Вопрос участия Армении в климатической конференции ООН КОВ-29 в Азербайджане зависит от динамики переговоров между Ереваном и Баку. Об этом заявил замглавы МИД Армении Ван Костанян. «Когда примем окончательное решение, мы оповестим, будем ли участвовать и на каком уровне», – сказал Костанян. «В МИД Армении видят возможность по сближению позиций с Азербайджаном по несогласованным пунктам мирного договора», – заявил замглавы армянского внешнеполитического ведомства Ван Костанян. «Все еще остаются вопросы, по которым позиции сторон разнятся, но мы видим возможность по сближению этих позиций», – сказал он в парламенте, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли изменения по несогласованным пунктам мирного договора между Арменией и Азербайджаном. «Германия призывает Азербайджан и Армению предпринять смелые шаги по мирной повестке дня», – заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Шольц отметил, что официально Берлин поддерживает построение мира и добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном. В свою очередь, Алиев заявил о близости Армении и Азербайджана к окончательной договоренности по мирному договору. Судя по информации азербайджанских СМИ, Алиев не забыл пожаловаться на Конституцию Армении, а также обвинил власти страны в значительной задержке предложений по тексту документа, что, по его словам, оказало негативное влияние на процесс. Глава комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны Андроник Хочарян сообщил, что отчет комиссии будет в полном объеме представлен парламенту. По его словам, вопрос конфиденциальности отдельных частей отчета пока остается открытым, и уровень доступа к информации для широкой общественности еще предстоит определить. Он уточнил, что работа над документом завершена в установленные сроки, и отчет уже содержит множество новых данных, которые со временем будут обнародованы. Хочарян также не исключил, что представленные в отчете сведения могут стать основанием для возбуждения новых уголовных дел. Хотя по ряду эпизодов уже идет следствие – сотни, если не тысячи дел, добавил он. Министерство внутренних дел Армении решило отложить второе чтение резонансного законопроекта, предусматривающего обязательную установку видеокамер перед входом в крупные коммерческие объекты. МВД также предложило поэтапное внедрение проекта и в первую очередь предоставление полиции доступа к системам видеонаблюдения в госучреждениях и органах местного самоуправления. Армения повторно направила российской стороне свои предложения по внесению изменений в межправительственное соглашение, регулирующее вещание российских каналов республики. Об этом сказал журналистом министр высокотехнологичной промышленности Махайтара Ирапетян. Документ был подписан еще в 2020 году. Цель этого соглашения – исключить в эфире обеих стран передачи, которые бы представляли собой вмешательства во внутренние дела, оскорбления в адрес государства и народа другой страны. Пентагон направит к Киеву более 500 ракет-перехватчиков для системы ПВО Патриот и Насамс. Боеприпасы поступят в Украину в ближайшие дни, сообщил The Wall Street Journal высокопоставленный представитель администрации президента США. По словам другого собеседника издания, эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца текущего года. Дональд Трамп планирует усадить Россию и Украину за стол переговоров в первый же день на посту президента США, заявила пресс-секретарь избранного главы государства Кэролайн Ливитт. По ее словам, после победы на президентских выборах Трамп получил возможность обсуждать мирное соглашение между Москвой и Киевом и собирается как можно скорее положить конец военному конфликту между ними. Инаугурация Трампа должна пройти 20 января 2025 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова